226 единиц автотранспорта эксплуатируются сейчас на дорогах региона, по данным полиции Кустанайской области. И это не считая транзитных машин и автомобилей с иностранным учетом. Полицейские отмечают, что дорожная инфраструктура, которая играет решающее значение для снижения травматизма, оказалась не готова к увеличению автопарка. С начала года только на территории Кустаная, который является самым проблемным, произошло 2020 дорожно-транспортных происшествий, то есть в среднем ежедневно их совершается по 25-30. Самый небесопасный район города – это центр. Здесь совершено 600 ДТП, или почти треть всех зарегистрированных. Дальше идут магистральные улицы, это более 700 ДТП. Это улицы Каирбекова, Абая, Баймагамбетова, Марина и Назарбаева. Проведенный анализ аварийности показал, что основная масса ДТП происходит из-за неправильной организации дорожного движения, методы и формы которой уже морально устарели. По данным полиции, сейчас по городу некорректно работают практически все светофоры. От 5 до 8 ежедневно выходят из строя. Оборудовать аппаратами регулировки необходимо еще 160 перекрестков. Есть проблемы с освещением пешеходных переходов. Здесь оно должно быть в полтора раза ярче основного освещения улиц. Но по большинству из переходов этот норматив не выдерживается, и их необходимо или привести в соответствие, или из-за небезопасности демонтировать. Также на всех магистральных улицах нет ограждений, предотвращающих выход пешеходов на дорогу. Полицейские считают, что именно по этим причинам в прошлом году только в Кустанайе погибло 12 пешеходов, среди которых двое детей. В целом по крупным городам области имеется необоснованное большое количество пешеходных переходов. Многие из них нерегулируемы, либо расположены на скоростных магистральных улицах и не имеют освещения. Эти пешеходные переходы будут демонтированы, поскольку они не соответствуют требованиям нормативно-правых актов. В рамках реконструкции уличной дорожной сети пешеходные переходы, расположенные на перекрестках, будут переноситься на 3-5 метров в глубь улиц. По мнению полиции, это позволит увеличить обзорность для водителей и минимизировать риски наезда на пешеходов. Остро стоит вопрос отсутствия разметки. Из-за этого возможности и полномочия полиции по надзору за движением сокращены, что приводит к хаосу на дорогах и к ДТП. Полицейские недовольны тем, что сейчас водители могут совершать поворот налево или разворот в любом месте и на любой улице. Своими действиями создавали угрозу не только своей жизни и здоровью, но и других участников дорожного движения. Более того, в прошлом году практически на всех улицах города, в том числе магистральных, дорожная разметка разрешала поворот налево. Из-за этого водители постоянно маневрировали и создавали аварийные ситуации. В связи с чем, уже этим летом мы будем следить, чтобы дорожными службами при проектировании и нанесении разметки все левые повороты, особенно на магистральных улицах, были исключены. Тем более, это запрещено правилами дорожного движения. Полицейские говорят, что автомобилистам разворачиваться можно будет только на перекрестках.